Долг Плавно через рот Приоткрываем рот Выдыхаем, выдыхаем, выдыхаем Нагрузка умеренная Количество повторений ограничено Евгений Гонин всего третий день В реабилитационном отделении Перенес аортокоронарное шунтирование Теперь мужчине предстоит длительный период восстановления У нас есть ограничения Пациент пока не может давать Нагрузку на верхний плечевой пояс Это связано с тем, что у него есть Послеоперационный шов на грудине Мы делаем это очень аккуратно Лечебно-физической культурой здесь занимаются Не только индивидуально, но и в группах Если, конечно, позволяет состояние пациентов Особенно актуально для тех Кто перенес коронавирус в тяжелой форме За время лечения в реанимации Мышцы атрофируются Привести их в порядок самостоятельно Задача непростая, но посильная для специалистов Вот, например, комплекс Хоббл Он помогает справиться с одышкой Включает в себя гимнастические скамьи Колесо и имитацию ступенек Ступеньки предназначены для того, чтобы пациента обучить Как правильно дышать на нагрузке Реабилитируют пациентов комплексно Вот физиотерапевтический аппарат БТЛ С его помощью можно лечить широкий спектр заболеваний И даже проводить косметические процедуры Сейчас по плану магнитотерапия Низкочастотное импульсное магнитное поле Которое обладает болеутоляющим свойством Расслабляет мышцы, расширяет сосуды Улучшает трофику тканей В реабилитационном отделении Пациентам помогают восстановить Не только физическое здоровье Прием ведет психотерапевт Поможет справиться с нарушениями сна Повышенной тревожностью депрессии Самая частая причина обращений Постковидный синдром В среднем течение каких-то нарушений психических Занимает около 6-8 месяцев Поэтому часто лечение достаточно длительное Но за короткий период пребывания в стационаре Все-таки можно скорректировать некоторые функции Отделение реабилитации номер 2 в Звенигороде Открылось 11 апреля Оно рассчитано на 40 пациентов У нас работает профессиональная команда врачей Врачи физической реабилитационной медицины Кардиологи, пульмонологи Физиотерапевты, психотерапевты Мы обладаем всей необходимой базой Реабилитационного физиотерапевтического оборудования Которое позволит достичь успехов В лечении и реабилитации наших пациентов Реабилитацию в новом отделении Будут проходить пациенты Сердечно-сосудистой патологии Заболеваниями органов дыхания Пищеварения, нарушениями Опорно-двигательного аппарата Евгения Августина, Николай Бирюков, телекомпания Одинцова Редактор субтитров А.Семкин